Всем привет! Продолжаем гулять по моему городу Санкт-Петербургу. Фонтанка 103. Архитекторы Михеев Кох. Год постройки 1865-1911. Стиль эклектика. Я пользуюсь сайтом CityWalls. Дом Гервард. Начало 19 века автор не установлен. В 1865-м военный инженер, архитектор Михеев Константин Захарович. Это его единственная постройка в Петербурге. Военный инженер оттестован императорской академией художеств в 1851 году. Академия художеств дано звание академика по представленному проекту художественного музея и другим известным трудам его. Так написано. Подпись начальника 2-й Санкт-Петербургской инженерной дистанции. Информация. В 1911-м гражданский инженер Кох Карл Карлович. В 1922-м году частное издательство Кадима. Или Кадима. Дарение не знаю, как испоставить. В 2001-м году дом включен к Киопам. Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. Данных очень мало, но вот все то, что есть. Согласно материалам дела, в 1911-м году была начата постройка всех флигелей, кроме лицевого, на участке принадлежавшей Надежде Федорне Зарембо и Павлу Николаевичу Глаголеву. Автором проекта был гражданский инженер Кох. В 1912-м году был утвержден проект того же Коха по капитальной перестройке каменного четырехэтажного лицового дома и примыкающий к нему во дворе слева флигель. Вот по этому дому я нашел, что среди жильцов дома был Михаил Ильич Захаржевский. Родился в 1893-м году. 26 июля 1937-го года арестовали, вменили статью участие в террорганизации. И 29 ноября 1937-го года огласили смертный приговор. В тот же день расстреляли. Здесь жили двое репрессированные. Абрамович Симоне и Соломон Абрамович Бримонов. Вот все, что мне удалось найти. Вот такая вот информация. Больше ничего нет, к сожалению. По дому фонтанка номер 103 у нас в Петербурге. Ну, давайте посмотрим на этот дом. Дом, в общем, не могу сказать точнее. Прям-прям красивый, но интересный. Пока-пока. Всего хорошего. До свидания. Набережная фонтанки 103. Стиль эклектика. Год постройки 1865-1911. Архитекторы Михеев и Коха. Пока-пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok